Давай! Здарова, мужик! Это Шамшурин и очередной выпуск видео вопрос-ответ. У меня перед глазами вопросы ваши. Я тут, честно говоря, не сортировал на этот раз, не было времени, но попробуем. Так, итак, первый вопрос. Слушай, еще один вопрос. Знакомился ли ты в Украине с девушками? Просто были знакомы в России, говорят, что намного проще, в общем, знакомство, свидание и секс. То есть, я знакомился с украинскими девушками и с белорусскими девушками здесь, в России, могу сказать, что да, реально, я не знаю почему, но вот девушки из Белоруссии, из Украины, они намного проще общаются. То есть, когда приезжаешь в Минск, например, в какой-то ночной клуб, и девки просто сами тебя открывают. Ну, может, потому что они узнают, что ты из Москвы, я не знаю. Вот. Но сам факт, что да, там почему-то другой менталитет, более, может быть, европейский какой-то. Я, честно говоря, хотел бы, чтобы вообще все девушки в России были такими, да, но вот русские наши девушки, несмотря на то, что она, допустим, неделю назад приехала с какого-то там усть-гвоздя, не знаю, там какая-нибудь, то есть, там, с Коломны, я не знаю. Но столько понтов бывает, что ты думаешь, вообще, ну, есть ли смысл общаться дальше. Да, в общем, подтверждаю, белорусские и украинские девушки, они общаются гораздо проще. Вов, когда-нибудь ходил ли ты на спиддейтинг? Если да, то скажи, есть ли смысл что-нибудь там ловить? Да, я ходил на спиддейтинг. Что могу сказать? Могу сказать, что лучше туда не ходить. Вообще, смотрите, мой опыт, да, мы решили с друзьями специально пойти туда, то есть, если в двух словах, девушки и женщины, ну, такие, которые, наверное, то есть, скажем, самые невостребованные, не будем говорить о них плохо, назовем их самыми невостребованными вообще по жизни. То есть, там вот из сорока, а нет, там было 20 девушек, 20 парней, то есть, из 20 девушек было, было 2,5 симпатичных. Ну, симпатичных это так, как бы, завышено. Остальные были просто, вот, ну, пипец, то есть, и понимаешь, там в чем минус, то, что там сидят и тетки какие-то по 45, такие, знаешь, работницы, не знаю, метрополитена, такие толстые, старые, неинтересные, то есть, и ты так или иначе вынужден к ним подсаживаться, хотя, может, было бы хотя бы как-то по возрастам поделить. И ты подсаживаешься, ты изначально понимаешь, что ты ничего не хочешь им говорить. Вот, что касается парней, которые туда приходят, ну, греться, ребят, если кто-то из вас ходил, то не хочу никого обидеть, но это реально парни тоже, которые нахер никому не нужны в жизни. Поэтому, скажем так, сходи, если хочешь просто, не знаю, необычно для себя провести время один раз. Ловить в плане знакомства там абсолютно нечего. Плюс, как правило, ты пойми, если эти женщины одни, если они не могут себе построить какие-то отношения в жизни, в нормальной, да, вот в социуме, то это по той причине, что у них там куча тараканов. Поэтому, как бы, будь готов к тому, что там еще будет столько тараканов, потому что ты проще застрелишься, чем... А, Илюш, не спи, пожалуйста. Вот, следующий вопрос. Здоровый мужик, у меня вопрос. Бывало ли так, что при знакомстве с девушкой пообщались, обменялись с телефонами, и спустя неделю или месяц она мне сама звонит и говорит, мы встретимся, к примеру, завтра вечером, на что я слышу ответ. Я подумаю, я могу быть занята, или у меня не будет времени. Возникает вопрос, для чего тогда звонит эта девушка, да, просто тупо пообщаться, хотя сама сказала, мы договорились встретиться. Что много текстов, я понял, ситуация такая, да, что... Девушка, там, дала тебе телефон, куда-то пропала, через месяц сама нарисовалась, да, и говорит, давай встретимся. Но когда ты, как бы, поймал фишку и говоришь, да, давай, она тут же начинает включать заднюю, типа, я понял так, да, что, типа, там... Ну, я не знаю, правда, у меня мало времени, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. То есть, в данном случае, понимая, это так, что девушка просто складывает в себя ответственность. Она и так уже сделала первый шаг, то есть, понимаешь, девушка не хочет показаться доступной, не хочет себя навязывать. И дай бог ты подумаешь, что она шлюха какая-то. Поэтому она сделала первый шаг и тут же попыталась компенсировать это вот этим вот... Что, хотя на самом деле у меня мало времени и так далее, то есть ей нужно сложить в себя ответственность. Все нормально, мужик, если такая ситуация произошла, говоришь, фиг с ним, время найдем, да, там, я уже все решил, давай встретимся там в самое ближайшее время и так далее. То есть она тебе говорит, возьми ответственность на себя. Следующее. Кстати, там какой-то чувак в комментариях писал в прошлый раз, что вот найдите более нешумное место для съемки этих видео, там, чувак. То есть, ну... Я, конечно, специально для тебя обязательно поищу нешумное место, просто у меня абсолютно не хватает времени и сейчас вот только что мы отпустили клиентов с тренинга, и мы находимся в ГУМе. То есть в твоем случае тебе надо порадоваться, что ты хотя бы по телевизору или там через интернет этот ГУМ увидишь, или что покажи там, не знаю, фантажный еще. Вот. В общем, ладно, следующий вопрос. Привет, Вова. Мне 31 год, женат, 6 лет, смотрю твое видео, хочу, как ты, свободный и самодостаточный, с кучей баб. Но за 6 лет моя жена меня сломала словами «ты никому не нужен» и так далее. Вроде я зарабатываю неплохо и сам на себя и на тайский бокс, там, в общем... Ну, короче, развивается, чувак. Ну, как представляешь, что разводы, дележка, все мои мечты стать, как ты, сами собой проходят. Короче, страх неизвестности съел меня при помощи моей жены и моего мягкого характера. Чувак, то есть я так понял, это не вопрос, это просто какой-то крик души, да, но я тебе скажу так, если твоя жена все время говорит тебе, что ты, там, кому ты нужен, да, то есть я бы этой жене в этот же момент, как она мне это сказала, показал бы пальцем на дверь и сказал «ди нахуй». То есть в твоем случае ты можешь продолжать бояться перемен, да, ты же не знаешь, что будет после развода, да. А вдруг я себе никого не найду лучше, там, бла-бла-бла. Чувак, можешь бояться, можешь прямо сейчас поставить точку в той жизни, которая тебя не устраивает, разместись, найти себе новую женщину. Тебе говоришь 31, да, но еще лет 5 потерпишь, поймешь, что больше половины жизни уже проебана, и я думаю, тогда ты точно зашевеешься. Пока можешь не торопиться. Так, следующий вопрос. Привет, Вова. Вопрос не совсем про пикап, но очень важный для мужика. Когда вижу крутую девушку, понимаю, что могу ей не соответствовать, от этого редко подхожу к таким. Ты говорил, что нужно достигать вещей, которые повышают твою собственную самооценку. Про качалку, шмотки и боевые искусства спрашивать не буду, там понятно, работаем. Вопрос. Зарабатывание бабла. Если делать то же, что и все, далеко не уедешь. Стабильная работа, оклад и тачка, хата в кредит. Как можно это изменить? Как можно продвинуть себя на работе или что предпринять, чтобы зарабатывать больше? Многие классные девушки говорят, что мужчина должен уметь зарабатывать, и я с ними солидарен. Но на самом деле я тоже с этими девушками солидарен, потому что в наше время как бы деньги – это такая лакмусовая бумажка, да, то есть может вообще что-то мужик или нет, так уж получилось. Мир стал таким циничным. То есть как зарабатывать больше бабла, чувак, ну могу сказать, однозначно работать на себя. Да, есть определенный риск, что ты прогоришь, обанкротишься, не знаю, там. Но еще раз прорекламирую бизнес-молодость, хотя к ней не особо хорошо отношусь. Делай попытки, да, и сколько этих попыток понадобится, ну, как бы одному богу известно. Всегда есть искушение работать на дядю, потому что ты знаешь, что какой бы ни была низкая твоя зарплата, как бы ни трахал тебя в голову твой директор, да, какие бы там сверхвысокие планы ни ставит, ты знаешь, что ты пришел на работу, ушел с работы, в конце месяца ты получил вот эту там свою морковку. Когда человек занимается бизнесом, вот эту морковку не гарантирует вообще никто. Поэтому, ну, знаете, как продвинуться по деньгам, придумай что-то свое. Плюс хочу сказать, что после тренингов моих и вот там тренингов моих коллег, то есть в сфере соблазнения, парни начинают как бы продвигаться по баблу. То есть кого-то повышают по карьерной лестнице, продвигается кто-то. У меня вот реально был случай, когда чувак, ну, работал там, скажем, он был самый младший сотрудник, и у него была начальница женщина. То есть его там все время как бы, знаешь, как мальчика на побегушках отправляли, типа, иди принеси там то, иди распечатай бумаги, иди то, иди сё. То есть он вот где-то через месяц после тренинга позвонил, сказал, что ты знаешь, Вов, говорит, у меня такой прикол, меня сделали там как бы не помощником вот этого менеджера, да, там, а рядовым менеджером, ну, нормальным, и каким-то странным, чудесным образом моя директриса перестала меня озадачивать вообще. То есть каким-то чудесным образом это общение транслируется не только на теолог, да, то есть а вообще на работу, на бизнес и так далее. Ну, что я могу тебе посоветовать? Короче, придумай, что тебе нравится, что у тебя хорошо получается, и что из этого может принести деньги. Как-то объедини это, и не сжигая мостов, разумеется, начинает им заниматься. Не надо приходить завтра к твоему директору, дарить ему чупа-чипсы, говорить, ну, ты понял, да? Лучше пока работай здесь, но параллельно занимайся своим. Следующий вопрос. Здоровый мужик, вопрос, как пригласить девушку домой? Варианты предлогов. И еще один. Подруга предложила секс по дружбе, она клевая, но встречаться с ней не хочу. Стоит ли в это лезть? Ну, я считаю, что лезть вот и стоит, то есть, ну, почему бы нет, почему бы не завести себе еще одну девушку дополнительно для занятий сексом? Это вот общество навязало тебе, да, и всем остальным, что если ты занимаешься сексом, ты должен встречаться там, да ничего ты не должен, мужик. Ты и себе, и ей делаешь приятно, заставляешь удовольствие. Что касается, как пригласить девушку домой, смотри, есть куча техник, да, но я здесь тебе рассказывать это не буду, эти техники, но это реально секретная информация, которую я даю на тренинг. В двух словах, то есть, еще раз не боюсь повториться, чтобы девушка пошла к тебе домой, да, она должна быть уже возбуждена. То есть, когда она уже возбуждена, когда ты ее уже трогаешь, когда ты воздействуешь на тело, у нее немножко отключается мозг, тогда ей проще предлагать всякую фигню. Естественно, непрямым текстом все, поехали ко мне трахаться. Все взрослые люди все прекрасно понимают, да, куда, кто едет, но для девки нужно завернуть в такую красивую обертку, типа мы едем там пить классный чай. Ну, то есть, что именно говорить, я сейчас не скажу. Так, вопрос такой, стоит ли врать девушке про себя, сочинять легенды и так далее? Нет, не стоит. Понимаешь, это вообще бича многих парней. Они, когда пытаются соблазнить девку, они пытаются преподнести себя, знаешь, как бы гораздо круче, чем он есть, да. То есть, ну, если просто потрахаться, может быть, это прокатит. Но вот представь, тебе девка понравилась, да, и тебе хочется с ней быть еще и еще, и ты хочешь с ней вообще каких-то отношений, и рано или поздно вот это все твое вранье, она все равно всплывет. Поэтому лучше вот такая позиция. Я вот такой, какой я есть, да, я стремлюсь, и я, у меня есть цель, и я ко всему приду, я, там, у меня есть потенциал. Ну, я вот такой, какой я есть, нравится, берите, а не нравится, идите в жут. Так, следующий вопрос. Так, ты неоднократно говорил, что мужчина не должен платить, пока нет никаких отношений, согласен, ведь это и логично. Иначе получается, что мы платим за секс в перспективе, но сами девушки почти поголовно заявляют, что, мол, раз ты пригласил, значит, ты и плати, иначе это не по-мужски, и это же первое свидание и так далее и тому подобное. Хотелось бы понять, как грамотно разруливать такие ситуации, чтобы при этом остаться в ее глазах не жмотом, а мужчиной. Расскажи. Ну, а если в двух словах, смотри, вот эта вся хрень, там, типа, там, пусть она заплатит за чай на свидание, это осталось в моей бурной молодости и на каких-то базовых, дешевых групповых тренингах по пикапу. То есть, если ты человек взрослый, да, то есть, как бы, ну, там, допустим, от 23-25, то, если ты приглашаешь девушку на свидание, ну, мне кажется, это будет просто, как минимум, стрёмно, ну, блядь, что, не знаю, заставлять ее платить за чай. Ты можешь ей сказать в следующий раз, что теперь мне было бы очень приятно, что ты меня угостишь чаем, там, но это будет когда-то, там, во второй, на третье свидание. Но я считаю, если ты пригласил, то, ну, неужели ты не можешь позволить себе, там, чашку чая или кофе? Ну, естественно, девушка подумает, что ты мудак. Либо ты нищий, либо у тебя, извините, ты жадный. Потому что даже если ты партнера по бизнесу какого-то, там, не знаю, приглашаешь, вот я кого-то пригласил, там, пообщаться, да, по делу, если я его приглашаю, значит, я и плачу. Просто не путайте, то есть, не надо их откармливать и отпаивать. То есть, вы пригласили девушку, предложили ей, там, чай или кофе или сок и все, и она, в принципе, пришла с вами общаться, а не жрать. Как-то вот так. Следующее. Какое время должно быть между первым визуальным контактом и подходом? Знаю о правилах трех секунд, но мне кажется, что будет дико бежать в тёлке после первого взгляда в метро. Влияние мнения окружающих людей, о которых ты говорил, здесь играет не в твою пользу. И можно ли вообще до подхода устанавливать невербальный контакт? Или контакт глаз? Вообще, желательно до подхода, когда ты видишь девушку, установить какой-то контакт глаз. Но не всегда так получается. Иногда девушки там с наушниками что-то в своих мыслях идут в пол смотрят. Иногда они вообще там спиной к тебе идут. Если не получилось контакт глаз установить, это не значит, что подходить не надо. То есть, что касается того, что сколько времени должно пройти, чувак, это полный бред. Вот эти все правила трех секунд, это вот для таких детских пикаперских школ. То есть, я на своих тренингах как бы отказался от этой херни, да. То есть, у меня там свои методы какие-то, которые работают. Единственное, могу сказать, что чем меньше времени пройдет вот того момента, когда ты увидишь девку, и когда ты к ней пойдешь, тем лучше. Да, увидел, понял, что сейчас она через 30 секунд шагнет в метро и уедет. Да похер. Что обо мне подумают окружающие? Они подумают не о тебе, они подумают о себе, что вот я лох, стою и смотрю, а чувак тут бегом к девке подбегает. Тебя не должно волновать, что тебе подумают окружающие. Самые лучшие самки всегда доставались самым сильным самцам. То есть, ничего не изменилось со времен динозавров. То есть, ну, увидел девку, подбежал, взял телефон. То есть, мнение окружающих должно быть по боку. Так, привет, Владимир. Такой вопрос. Если девушка говорит, что ты ко мне пристал, или я не знакомый, если я спешу, что лучше сказать, или вообще ничего не говорить и идти к другим девушкам. Ну, вообще нужно проявлять настойчивость. Опять же, я сейчас не буду вам говорить о работе с возражениями. Да, то есть, у меня на тренинге есть блог, который называется «Работа с возражениями». Причем на любых тренингах. Но онлайн, на индивидуальном, на групповом, на любом. То есть, на дисках, которые продаются у меня на сайте, то есть, там это есть. Я сейчас ничего тебе не продаю. Сейчас просто объясняю, что вот, ребят, я и так вам даю очень много бесплатной информации. Просто я думаю, что, ну, столько вам не дает никто. Но вы поймите меня правильно, что если я сейчас вообще расскажу вам все, да, то есть, смысл моей работы вообще перестанет существовать. Одно могу сказать, что на каждое ее возражение есть куча примеров, как это возражение преодолеть. Твоя задача – быть настойчивой. Пусть она тебя все равно сольет, но ты сам себе скажешь, что я попытался как мог. То есть, я зато, блядь, сделал все, что я могу. Например, там, вот у меня есть парень возражения, да, что можно ответить? У меня тоже есть парень, очень ревнивая скотина, если он нас сейчас с тобой увидит, он там вырвет тебе все косты. Причем, если вы парень, я тебе же сразу секс не предлагаю, можно ответить, мы ему ничего не скажем. Можно ответить, ну, у каждого свои недостатки, это все с шуткой, все с улыбкой. Можно ответить, что если мы с тобой сейчас пару минут пообщаемся, то с твоим парнем ничего не случится. Да до хрена, чем можно ответить, ребят. И самое главное, чтобы вы что-то говорили. Если вам интересно детально разобрать возражения, то добро пожаловать на Майтренинг. Следующее. Смотрел прошлое видео «Вопрос-ответ», и ты там многим говорил, что ты не умеешь заинтересовывать. Отсюда следует, что доброе количество людей не понимает, как это делать. Мог бы ты уделить этому немножко времени и в двух словах рассказать, как это делать, так как вопрос довольно актуальный и важный. Заранее спасибо. Смотри, опять же, этого я сейчас детально рассказывать не буду. Я скажу только одно, что очень многие пикаперы, начинающие, делают ошибку. Они пытаются подбежать и взять телефон как можно быстрее свалить. Почему они это делают? Потому что, а, им некомфортно, и, б, они не знают, что говорить. То есть, сам по себе телефон, который ты у нее взял, она тебе дала на отъебись. Он вообще ничего не значит. Она просто потом не вызвонится. Ты пойми, что цель знакомства не в телефоне, а в том, чтобы заинтересовать ее. То есть, ты как можно дольше с ней общаешься. Если очень коротко, чем заинтересовываться? Первое. Это твоя речь, как ты общаешься. Ты общаешься с позицией сверху. Никаких там «Здрасте, простите, извините, можно» и так далее. Второе. Это невербалика. То есть, это то, как выглядит твое тело. Да, очень прикольная телка прошла, кстати. Вот. И третье. Это ты делаешь то, что себе никогда в жизни не позволяют делать другие. То есть, выходишь за рамки дозволенного. То есть, показываешь тем самым, что ты сильный самец. То есть, если в двух словах, то так. Но ни в коем случае не торопишься взять телефон с шаблонными фразами. Так. Моя девушка начинает загонять. Типа, если мы займемся сексом, то она будет сверху. Целует, когда она хочет. Когда я целую, она не всегда отвечает взаимностью. Вопрос, стоит ли ее переделывать и как. На тюнинг надо ее отдать, короче. В тюнинг ателье. Там ее переделают. Или поискать получше. Но если коротко, то да. Почему она так себя ведет? Потому что ты, говоря по-русски, проебался где-то уже на стадии знакомства. То есть, ты уже на стадии знакомства показал ей, что общаешься с позицией снизу, а она решает. Вообще, для девушки, даже по каким-то православным канонам, по канонам любой религии, это грех, когда она ставит себя выше мужчины и говорит ему, что ему делать, что не делать. То есть, что можно сказать? Может быть, она тебя провоцирует, чтобы ты ей показал, что ты главный. Если ты при этом пытаешься поставить ее на место и это не прокатывает, она продолжает вот такие провокации, то, наверное, лучше объяснить ей словами. Я сторонник того, что всегда можно поговорить сначала. То есть, ты знаешь, что такая херня мне не нравится. Если это будет продолжаться, мы с тобой просто расстаемся. Если она говорит, ну и пожалуйста, ты говоришь, ну и пожалуйста, все, ищешь себе другую девушку. Так, тут еще осталось, а чуть-чуть совсем осталось, надеюсь. Так, младший брат переживает сильно вплоть до депрессии по поводу прыщей. У Грея на лице вопрос, как ему начать общаться с девушками. Мои слова никак на него не влияют, а он забил, ушел в спорт и учебу. Парню 19, я прошу развернутого ответа. Развернутый ответ – это, чувак, понятие растяженное. Ну, во-первых, я думаю, что всегда есть косметологи, там, не знаю, какие-то врачи. И кто-то, кто хотя бы может пупировать распространение вот этих вот неприятных штук, да. Но, чувак, то есть, по-хорошему, не знаю, надо просто взять его за руку, подходить вместе с ним к девкам и разговаривать, чтобы как бы он с ними общался. То есть, ты постепенно его приучишь к тому, что, как бы, ну, как бы девушке обращать внимание не только на внешность, да, на его какие-то там внутренние качества. То есть, однозначно, ну как, то есть, если он будет сидеть и ничего не делать, то ничего хорошего из этого не будет. Не знаю, отправь его на какой-нибудь пикап тренинг, мужик, то есть, но такой, где его будут пинать, то есть, вот, нигде просто им скажут, там, идите, делайте, да, и он пойдет и ничего не сделает, то есть, на такой, где его, там, кто-то будет распинывать, не знаю. Можешь ко мне, можешь не ко мне, я не наставил. Ну, я считаю, что любую проблему можно решить. И, понимаешь, ко мне приходили клиенты, которые выглядели, мягко говоря, блядь, ну, все по-разному. Это вопрос в голове этого чувака. То есть, вот, недавно я встретил совершенно недавно этого товарища, который у меня был, там, на однодневном тренинге, на разгоне. То есть, парень, у него деформировано лицо. То есть, он попал в аварию когда-то, и у него, ну, действительно перекошенное лицо, то есть, он, ну, как бы, вот, то есть, ну, оно непропорционально выглядит. То есть, ну, вот, я думаю, что если бы я был на его месте, ху-ху-ху-ху, да, я бы реально гнал. Но при этом надо отдать должное, что мужик, как бы, вот, имея такую внешность, он все равно подходит. Он все равно старается, он все равно делает. Неважно, сколько, там, сотен тысяч отказов будет, да, я уверен, что, дай бог, потому что найдется девка, которая его примет и скажет, блядь, ты мой мужчина, там, ты мой самый лучший. Поэтому проищи, чувак, это не самое страшное, объясни своему брату. Моги, пожалуйста, в такой ситуации познакомился с девушкой через ВКонтакте. На удивление, интересно стали общаться. Сначала смс, затем изредка скайп. Со мной такое впервые чувствую, встретил ту самую. Общий язык находим моментально, и нам очень комфортно. Она совершенно из другого города, и расстояние значительное. Посоветуй, как действовать далее, если я хочу ее, не хочу ее упустить. Ведь интерес ко мне у нее не будет вечен. Нужно действовать, нужно торопиться. Да, мужик, смотри, Алексей, что такое? А, нет, смотри. То есть, естественно, любое общение между мужчиной и женщиной должно иметь какое-то продолжение. Почему девки сливаются, даже если они не из другого города, они вот с тобой рядом живут? Потому что она пришла на первое сюда, ты ее не трогаешь, на второе, на третье, на десятое. То есть, сколько можно, блядь. Она тоже хочет секса, любви, ласки, телесного общения. То есть, ну, в твоем случае надо ехать туда срочно. Ну, и на нее залазить, то есть, приходить к ней, с ней к сексу. То есть, я думаю, если бы так уже сблизились по интернету, и ты приедешь, что там, как бы, секс будет гарантирован в этот же вечер. Но вопрос в другом, что готов ли ты ездить, там, через 33 пизды, извините за выражение, да? И отношения на расстоянии у меня они были тоже. То есть, это такая хитрая субстанция, да? То есть, в общем, два варианта. Либо ты едешь к ней срочно и форсируешь события, там, не знаю, говоришь ей, все, поехали жить ко мне, перевозишь ее к себе в город. Либо переезжаешь к ней, что я не рекомендую. Либо ты просто забиваешь на нее и ищешь себе другую девку. Третьего не дано. В принципе, что тебе советуют еще? Так, как ты избавился от социофобии? Я как-нибудь в отдельном видео расскажу вам вообще, что это, да, как со мной это происходило. И как с этим можно было справиться, как я справился сейчас. То есть, это, ну, видео, там, на час как минимум. Я обязательно расскажу. Привет, Шамширин. Такая штука была. Пообщались с девкой классно в кафе. Трогал, возбуждал. Потом поехали к ней. И дело дошло до интимной кинестетики. Потрогал все и везде. Но стоит рукам полезть к пирожку, начинает жестко отмораживаться. Убирая мои руки. Была девственницей. Как тут быть? Стоит ли брать силой? Во-первых, как говорит одна моя знакомая, женщина-психолог. Если женщина пришла к тебе вечером, она должна быть либо женщиной, либо никем. То есть, фактически, если девушка пришла к тебе домой, значит, это уже говорит о том, что вот, чувак, ты можешь меня тратить. Вот эти все убери руки там и так далее, это, естественно, ее, как бы, попытка сложить себе ответственность. Это нормально, ну, как бы, ничего с этим не сделаешь. По поводу того, девственница это или нет, ну, она тебе что-то там показывала или что, откуда ты знаешь, чувак? То есть, я больше чем уверен, что, как бы, это ты придумал, что она девственница. А если она действительно девственница, то, ну, ты нажился геморрой. То есть, ты будешь с ней еще встречаться, не знаю, хрен знает сколько времени, но если, конечно, силой не залезешь или не убедишь ее в том, что уже пора, это первое. Второе, потом она от тебя не отстанет, потому что первый мужчина ее жизни, то есть, для нее это ее, блин, бог. То есть, у меня и у многих, там, моих знакомых были такие, такой опыт, поэтому хорошо подумай, нужно тебе вообще это или нет. Блин, здесь что-то очень сильно дует, чувак. Нормально. Нет, мне там дует. Так. Так, здорово, Вова. Наслел у меня вот такой вопрос. Чувствую, что меня при подходах выдает нуждаемость во внимании девушек секси и так далее. А как я знаю, по законам джунги голодный никогда не насытится. Как убрать себе эту нуждаемость? Чувак, но, как бы, есть очень много техник, опять же, да, каких-то там секретных, но, если в двух словах, то есть, вот здесь есть такой замкнутый круг, который придется разрывать так или иначе. То есть, чтобы не париться из-за чего-то, этого чего-то у тебя в жизни должно быть много. То есть, соответственно, нужно много подходов, много телефонов, много свиданок, много секса. То есть, только тогда ты будешь не нуждаться в девушках. Но, чтобы было много подходов, много телефонов, много секса, много свиданок, нужно быть, отпустить ситуацию и не нуждаться. Вот такой замкнутый круг. Ну, только практиковать, в твоем случае, как можно больше и рано или поздно ты ощутишь то, что нуждаемости нет. Ну, или заведи себе гарем из шлюх, там, не знаю, из десяти, чтобы ты знал, что каждый раз, когда ты приходишь домой, у тебя все равно есть секс. Тогда, может быть, не будешь нуждаться. То есть, только практика, мужик. То есть, то же самое, знаешь, там, вот, пока у тебя нет денег, да, ты не сможешь, вот, ну, не париться, да, там, из-за очередного какого-то заказа, там, по бизнесу, да, там, из-за каких-то, там, не знаю, там, клиентов, которые пришли к тебе в офис. То есть, ты будешь трястись над ними, ну, как бы ты себе не говорил, чувак, успокойся, хер с ними, придут, придут, не придут, не придут, ты все равно будешь трястись. Как только у тебя появляются бабки, ты начинаешь спокойнее к этому относиться. То есть, вот, замкнутый круг. Здорово, Вова. Вопрос такой, если у девушки есть парень, но при этом ты чувствуешь ее сильную симпатию к тебе, как ты преодолеваешь эти ее отмазки? Ну, если есть симпатия, значит, надо, ну, говоря по-русски, добиваться. Ну, как добиваться? Обязательно ее надо вытянуть на свиданку хотя бы раз. Потому что, ну, как бы, симпатия, если ты говоришь симпатия, хотя, как ты определился симпатию, это тоже вопрос. Все это говорят о том, что у тебя не все потеряно. Это не отмазки, тебе просто девка по факту говорит, что у меня есть парень. Не знаю, я не очень понял этот вопрос. Привет, мужик, в принципе, все понятно, девушек много, знакомств, общения, свидания, женского внимания и так далее, всего хватает, возникли вопросы такого плана. Много ли было девушек, при встрече с которыми ты понимал, что вот встретил ту единственную неповторимую, именно свою, с которой хотелось бы, так скажем, прожить всю жизнь? Ну, было их несколько, может быть, я не знаю, 3-4 за всю историю. Именно иметь долгие отношения, детей и так далее. Если в отношениях в скором времени все заканчивается, то в основном каковы причины? Чувак, причин может быть много. Но, как бы, опять же, я сторонник того, что причин надо искать в себе. То есть, если девушка от тебя ушла или охладела к тебе, значит, что-то ты ей не додал в эмоциональном плане. Или не влюбил в себя изначально. Так, твое мнение по поводу пикапера. Он до тех пор пикапер, пока не встретил свою девушку и не влюбился. Или, скорее, пикапер это на всю жизнь. Я считаю, что, первое, то есть, каждый пикапер, он делает для того, чтобы в конечном итоге наткнуться на какую-то вот там свою идеальную женщину. Да, и я не знаю, я еще не прожил жизнь до конца, но мне вот кажется, что в какой-то момент человек просто останавливается. То есть, что не говори, но возраст все равно берет свое. То есть, когда у тебя достигается определенный возраст, да, ты понимаешь, что все, мне надоели эти телки, я хочу на рыбалку с мужиками, блядь, я хочу родить детей, не знаю, построить дом. Там и одну единственную жену. То есть, ты, естественно, будешь пользоваться навыком пикапа, чтобы этой жене изменять, если ты захочешь. Но, сейчас не об этом. Так, как ты считаешь, нужна ли ревность в отношениях или ее нужно полностью исключить со стороны мужчины? Вообще, как бы, девки иногда жалуются, то есть, ты меня совсем не ревнуешь, да, там, как так, я тебе не нужна. То есть, если она так говорит, ну, попробуй там в какой-то момент искусственно, типа, показать, что ты ревнуешь, что там очень не сильно, что, мол, что за чувак, там, куда ты пошла, там, какие еще друзья. Но это не должно быть до фанатизма. Я постоянно натыкаюсь на такой бред, когда там, алю, ты где похрусти снегом, я не слышу, что ты идешь, чтобы, вот, ну, если ты будешь вести себя вот как вот эти дебилы, да, ревновать каждому столбу, не удивляйся, что твоя девушка от тебя уйдет. То есть, ты показываешь ревность и неуверенность в себе, что ты вот, если ты знаешь, что ты самый лучший для своей девушки, то, что тебе ревновать, она все равно придет к тебе. И второе, то есть, ты показываешь свою нуждаемость в ней, что тоже не очень хорошо. Я считаю, что ревность, если и должна быть, то очень, очень по минимуму и очень дозирована. Иван, сколько стоит индивидуальный тренинг? Нигде не могу найти эту информацию. Спасибо заранее. Что тебе сказать? Есть сайт все твои.ру, да, ты заходишь на этот сайт, оставляешь там заявку, там индивидуальный тренинг, оставить заявку. С тобой связывается мой помощник, назначает тебе собеседование обязательное, которое нужно пройти, на котором озвучит тебе возможные варианты тренингов. То есть, какие есть продукты, сколько они длятся дней, какой результат они дают, сколько они стоят. И предложат тебе, исходя из того, что ты хочешь получить, там два-три варианта. Ты выбираешь, приходишь на тренинг, либо не приходишь. Следующий вопрос. Сколько стоит онлайн-тренинг? А, это тоже Иван, только другой Иван. То же самое, мужик. Заходишь на сайт все твои.ру, оставляешь заявку и тебе все расскажут. Здорово, Вова, какие советы можешь дать, если живешь в маленьком городе и все девушки знают друг друга, кто с кем и так далее. В каком случае подходить к каждой, это палево. Слушай, но, когда мы жили в Самаре, это, конечно, миллионник, да, но он, в принципе, тоже маленький. У нас были такие случаи, когда под нашими с моим другом Мишей фотографиями ВКонтакте какие-то незнакомые, ну, мы, наверное, знакомились, просто забыли. Незнакомые нам девки писали там, ой, а я знаю этих парней, они ко мне подходили. И тут же какая-то еще более незнакомая нам девка комментировала их запись, что ой, я тоже их знаю. То есть, ну, было реально ощущение, что нас знает полгорода. У нас было такое, что с одной девушкой мы познакомились четыре раза, то есть, это вообще полнейший рекорд. Она последний раз была взбешена просто настолько, что вы что, блядь, я такая стрёмно, что меня уже не помните или что? Абсолютной нормой было то, что мы знакомились с девушками по два раза. Подходишь, говоришь, привет, классно выглядишь, говоришь, чувак, ты со мной же знакомился. Причем они все помнят где, когда, что ты им говорил, но что-то вот телефон тебе там не дали и так далее. То есть, что тебе посоветовать в этом случае? Либо ты переезжаешь в большой город, либо ты не обращаешь внимания на то, что все о тебе знают, продолжаешь пикапить в своем городе. И не надо, как бы, выключить звездную болезнь, чувак. То есть, не думай, что все девки будут просто, не знаю, там, твоё фото пересылать друг другу, знаешь, там, как бы, кассой взаимопомощи девок. То есть, из надписи, не давайте ему, он пикапер. То есть, такого не будет, мужик. Ну, подумаешь, что пару раз там, по второму разу познакомился с ИЧ. Зато ты будешь иметь популярность. Поверь мне, бабники – это мужики, которые девкам на самом деле нравятся. Это они тебе говорят, что бабникам быть плохо. Сейчас будем заканчивать уже, надеюсь. Привет, Владимир, много смотрю твоих видео, очень мотивирует, но подойти к девушкам не решаю. Страх сильнее всего прочего. Вот, какого возраста у тебя были клиенты? Я, Игорь, 33 года. К каким девушкам по возрасту лучше подходить для моего возраста? То есть, были ли у тебя клиенты девственники? Так, ладно, по порядку. Гоша, смотри. У меня были клиенты от 18 до 54. Самые взрослые были 46 и 54. Вот. Причем чувак, которому было 46, ну, там, на тот момент, сейчас, наверное, там, сколько, 48 уже. Он хотел именно девушек не больше 24. То есть, ну, это его биздик. То есть, каким подходить, к каким, какие тебе нравятся, к теме подходи, мужик. На то, как бы и существует пикавшего, он тебе давал право выбора. Нравятся малолетки, общайся с малолетками. Нравятся девки твоего возраста, общайся с ними. То есть, каким хочешь, такими подходи. Второе, значит, были ли у тебя клиенты девственники? Да, были. Первое задание, которое я им даю. Рассказывают про это или что? Нет? Да, то есть, смотри. У меня есть определенное задание, которое я даю девственникам первым делом на тренинге. То есть, ну, вот, к сожалению, сейчас не смогу рассказать, да, но... Ну, я к чему это говорю? Что их девственность или недевственность, она никак не влияет. То есть, после выполнения этого упражнения, девственники сплазняют так же точно, как будто они, не знаю, ебари-террористы. Так, можешь выложить видео в общий доступ, как тебя девушки отшивают? Может, это меня сильнее замотивирует? И всех остальных спасибо. Говорят, что нельзя. Ребят, смотрите, я еще раз вам всем говорю, что я такой же живой человек. Мне так же отказывают. Плюс второй момент. Вы никогда не будете нравиться абсолютно всем девушкам. Всегда будут девушки, которые вам будут говорить нет. Часть, как бы, философии, вот, соблазнения в том, чтобы научиться принимать эти отказы и, услышав там тысячу отказов, идти и делать дальше. Но видео с отказами выкладывать пока не буду. Но мне запретили, извините, ребята. Но они есть. Так. А. Все. Наконец-то. Смотрите, парни. Что вам хочу сказать? Ну, надеюсь, на чьи-то вопросы ответил. На чьи-то нет, не знаю. Я старался как мог. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, там, дизлайки, если кому-то не понравилось. А также под этим видео, которые вот сейчас вы просмотрели, пишите новые вопросы. Ну, вопросы адекватные. Я на них обязательно отвечу через, там, ну, допустим, пару недель. Просто чаще отвечать, к сожалению, не хватает времени. Ну и, соответственно, приходите на тренинги. Потому что, как бы, тот объем информации, в том числе и практической, который вы получите там, он не сравним ни с какими видео, которые я вам здесь вот снимаю, рассказываю. Все, давайте, увидимся. Счастливо. Пока. Пока.